Добрый вечер, уважаемые 194 человека, которые сегодня пришли на практически внезапный стрим по нашему дереву, потому что на самом деле я захотел постримить после того, как сегодня краем глаза посмотрел стрим Прайды, она собственно убила Снежную Королеву, я решил, что что-то я как-то это самое, отдаляюсь, так сказать, отдаляюсь, отдаляюсь, отдаляюсь от людей, но это не значит, что мы с вами сегодня пойдем на боссов. Скорее всего мы с вами сегодня даже на боссов не пойдем, потому что у нас с вами есть другое более важное, нужное и своевременное занятие, называется Embers, и я все-таки смог найти в себе время, оторвать свою ленивую задницу и перекомпилировать мод на мой мод на версию Minecraft 1.12.2, который называется EDC Commons, то есть теперь у нас с вами криперы не будут разрушать наконец-то вокруг блоки, которые там стоят. Мне кажется, даже ничего там править не надо было, то есть со времен 1.12.2 ни хрена не поменялось в этом моде, я его просто скомпилировал под 1.12.2 и все. Ну, собственно, как бы тут скорее была необходимость это сделать, потому что мне пришлось себе все-таки настроить Death Environment на 1.12.2, потому что после того, как яблочко в пилил Ильича у нас в сборку, у нас все стало, ребятки, очень-очень печально. Дело в том, что команда Твайлайта, видимо, сейчас прямо-таки вот в этот момент начала менять свои коды, причем менять кардинально. И, собственно, возможно, те из вас, кто был на стриме у Лисы, видели такую красивую нагу в очень-очень красивом ее лабиринте. И, соответственно, как бы яблок скомпилировал текущие исходники, и получилось так, что весь мир, который был сгенерирован уже, он работал. Но Прайда полетела немножко подальше, она искала себе других боссов, и генерация как минимум четырех новых данжей, она вызывала краши. Поэтому мне, собственно, пришлось заняться допириванием Твайлайта, ну как допириванием, а костыриванием, скажем так, Твайлайта. Поэтому, соответственно, мне пришлось настроить Death End в себе, и я заодно, собственно, поправил небольшие баги в Better With Mods, я, соответственно, поправил баги в Твайлайте, ну, опять же, закостырил и там, и там, да, и, соответственно, решил уже скомпилировать свой мод, поэтому почему бы нет. Сейчас, ребятки, не пугайтесь, я вам расскажу о том, что здесь происходит, где я вообще нахожусь, но я пропустил, пока вам здесь рассказывал, как минимум флешечку. Привет тебе, флешечка, крайне рад тебя видеть. Кстати, я выяснил, ребятки, почему у нас некоторые люди спауниться не на спауне, а где-то рядом со спауном. Это, оказывается, Better With Mods, у него есть специальный хардкорный твик, который называется Hardcore Spawn, по-моему, так и называется. И он вас как бы откидывает в среднем на 2000 блоков от точки спауна. Я, к сожалению, не видел, что эта опция там была, поэтому, собственно, такая фигня происходит. Но уже, учитывая то, что теперь у нас все, соответственно, люди, которые побывали на сервере уже на себе, это хотя бы один раз испытали, я решил ее теперь уже не выключать. Но впоследствии буду, конечно, внимательнее. Что ты используешь в качестве ядра? Может быть, спонж? Взрывы от клиперов отрываются Game Rule Mop Griffin Falls. Иван Кулагин. Ответ на вопрос номер один. Я использую Vanilla Forge. Ответ на вопрос номер два. Game Rule Mop Griffin Falls убивает игру целиком и полностью. Знаешь почему? Потому что отключаются все взрывы от всех мобов. После этого берем визора, спаудим его в комнате 3 на 3, состоящей из дерева, и просто закрикиваем мечом. Все. Поэтому Mop Griffin Falls я себе никогда не включаю. И, собственно, вот мой старый домик. Вы все его прекрасно помните. Только здесь пустовато стало, да? Здесь только мельницы стоят, которые тоже у нас с вами потом переедут. И если мы с вами посмотрим вот на этот этаж, здесь тоже стало пустовато. Здесь, кстати, вот я не знаю, кто притащил пирог. Есть у меня ощущение, что это Домирка почему-то, и написал эхе-хе-хе-хе. Ну, ладно. Все остальное отсюда, соответственно, вытащено, кроме трофев. И вот этой варочной поверхности, потому что мне тупо жалко Блэйз Рода. И, да, нашего питчера небольшого. Внизу все осталось так же, там все осталось так же. Это я не менял. Но, как вы помните, прошлый стрим мы с вами закончили на том, что я себе начал обустраивать место под Эмберс. Да? Я здесь себе сделал такую вот площадку. Площадка немножко расширилась. Так, чуть-чуть буквально. И этим я занимался, наверное, последние три вечера, когда у меня было свободное время. Это все еще не достроено, потому что я, наверное, на второй день осознал, какую я совершил ошибку, начав строить большое здание из каменита. Почему? Потому что эта штука крафтится достаточно недорого, потому что там, в принципе, песок и глина. Но, ребятки, оно крафтится настолько невыгодно. Я вскопал, наверное, половину вот этого болота. Мне, правда, еще приносило глину. И, ну, да. И у меня получилось построить следующее. Давайте я даже вам сначала не изнутри это дело покажу, а снаружи. Для того, чтобы вы поняли. Я назвал это кодовым словом «улей». Потому что это похоже на улей. Итак, улей выглядит вот так. Потому что это, блин, улей. И да, это дом на дереве. Кто скажет, что это не дом на дереве, пусть первые бросит в меня камень. Это дерево в доме. Я не знаю, как это назвать. Это улей, который опоясывает ствол вот этого толстого вот этого дерева. И простирается вверх пока что на, ну, наверное, два с половиной этажа, можем сказать так. Потому что крыша, там тоже будет этаж. Но, опять же, когда у меня будет время на то, чтобы еще ходить за ресурсами. Потому что ресурсов, как я уже говорил, нам нужно немереное количество. Единственное, что как бы я, наверное, первое время буду часто носиться туда-сюда. Но потом я себе, наверное, из этого улья сделаю какой-нибудь вход отдельный. Это было бы, наверное, правильно и логично. Ну и, естественно, перенесу за кадром вот эти вот штуки. Кстати, может быть, у меня есть... А, нет, я все пережарил, что у меня было. У меня закончились ресурсы. Да, кстати, это же еще потом надо и жарить. Хорошо, что у меня есть такая вот печка. Но, к сожалению, у меня очень маленькая вот эта вот фигня. Поэтому здесь жарится немного. Я еще и уголь тратил. Причем коксовый, на то, чтобы это дело жарить в обычных печках. Итак, этаж под номером минус один, наверное, можно назвать так. Я сюда себе перетащил всю свою систему хранения. Сделал ее преимущественно на ящиках. Почти все моп-дропы, соответственно, рассунуты в ящики. Строительные материалы, как и были, рассунуты в ящики. Я себе руды рассунул тоже по отдельным ящикам. У нас с вами теперь здесь есть такой вот замечательный сундук с полезными крафтовыми предметами. Или там вот, не знаю, дефнал у меня здесь с землей. Потому что я себе начал сравнивать хоум свой с землей буквально. А у нас с вами есть сундук, как и раньше, с, ну, можно сказать, барахлом, да? Ну, то, что выкинуть жалко. У нас с вами есть сундук с еще не переработанными вещами какими-то. Я его, скорее всего, потом от него избавлюсь. У нас с вами есть сундук со всякими, я решил, отдельный сундук сделать для цветных вещей. Потому что, собственно, забивать ими коробки как-то лень. У нас с вами есть сундук с, скажем так, едой и моп-дропами, которые не влезают тоже сюда по каким-то причинам. У нас с вами есть сундук со всякими зелеными насаждениями, растениями и всем прочим. У нас с вами есть сундук, который я еще, собственно, не доразобрал в плане Эмберса. И давайте посмотрим на Эмберс. Что у меня получилось? Та-дам! Получилось упородство. Здесь у нас с вами стоит сундук с Эмбер-кристаллами. Здесь у него есть рычаг. Внизу там, соответственно, проведены трубы. Это дело подключается к эмбер-активатору. Из эмбер-активатора при помощи вот этого рычага это идет в нашу батарейку, которая стоит здесь, Copper Cell. Из нее есть три эмиттера, три выхода. Этот идет на левую нашу с вами плавильную печь, на левый мелтер. Этот идет на правый мелтер. Вот эта штука идет вот сюда. А это, соответственно, наша с вами центрифуга, из которой я сделал некое подобие автомата по продаже газировки. Я здесь даже счезал с эмбитцем немножко на магичу. Вот здесь у меня такие вот солнышки, которые должны были собой, по идее, представлять шестеренки. Но нет, не получилось. Соответственно, здесь краник. Ставим сюда тару. Жмем рычаг. Здесь б-б-б-б-б и тара наполняется. Собственно, это самая тара. У меня стоит вот здесь. Я себе решил подготовить несколько пустых бочек для того, чтобы расправлять разные металлы. Что вам еще вот про эту штуку рассказать? Что у нас здесь с вами есть еще? У нас здесь с вами есть плавильная эстинкерса. Я ее переделал вот таким вот макаром. У нас здесь с вами появилось стекло. Мы сможем видеть, что там где плавится. Справа и слева все тоже, как и было раньше. Справа есть система по автовыплавке инготов. Давайте ее на всякий случай выключим. Я отсюда вроде все забрал. И здесь, соответственно, наши молды. Здесь очень аккуратненько встали мои вот эти вот стандартные столики и паттерн-чест. То есть мы с вами не потеряли никоим образом доступ ко всему этому, что мне очень понравилось. Здесь стоят наши четыре печки, в которых осталось еще по одному камениту. Не знаю, почему так получилось. И сюда я перетащил себе сундук с украшательствами. Вот, собственно, что у нас с вами представляет собой второй этаж. У нас с вами есть еще один этаж. Еще один сабэтаж. Он, правда, совсем такой простенький. Здесь у меня будет всякое барахло, которое страшно показывать людям. Допустим, здесь у меня есть бочка с... Как он называется? С дестабилизированным редстоуном. И здесь же у меня теперь писалка для опыта. Кроме того, здесь будут всякие трубы проходить. Они вот уже с этой стороны проходят. К сожалению, у нас в Эмберс нельзя эти трубы ничем закрыть. Я там сверху немножко подшаманил. Просто счезал санбит для того, чтобы это посимпатичнее выглядело. Поэтому все некрасивое мы с вами будем спускать сюда. То есть то, что, не знаю, нужно из чего сделать узел, все это будет у нас вот на этом этаже. Там внизу еще есть что-то вроде этажа. Я, наверное, не буду сейчас туда прокапывать, потому что он буквально там вот длиной, по-моему, то ли один, то ли два блока. И, соответственно, там у меня вот, допустим, стоят такие вещи, как бочка. Там ничего красивого нету, там все в кабле, потому что этот вот, как я уже говорил, материал достаточно редкий и дорогой. Вот, собственно, как-то вот так у нас с вами получилось. Я поржал уже сегодня по этому поводу, что, грубо говоря, Зик переехал, по-моему, еще раз. На самом деле, конечно, я никуда не переезжал, но решил, что в Улье нужно будет проводить больше времени. И в итоге мы здесь с вами себе закончим вот этот вот третий этаж. Он будет обширный. Здесь будут всякие мельницы и все такое прочее. И куча, соответственно, машинок. Единственное, что мне нужно потом будет как-нибудь покопать, чтобы достроить стены и чтобы сделать что-то вроде верхней части Улья, которая, соответственно, уже будет его завершающей частью, для того, чтобы он не вырос совсем до кроны. И то, что я не сделал еще, у нас с вами там вот где-то около кабинета. Кабинета переносить не буду, он у меня останется там. Я буду туда ходить спать. Да, я странный. Соответственно, мы с вами там где-нибудь потом, или даже здесь, я не помню, где я ее изначально планировал делать, сделаем площадку для дирижаблей. И, собственно, как раз к дирижаблям я хочу сейчас стремиться. Да, я не хочу сейчас идти убивать призраков, потому что на то, чтобы попасть в темный лес, у меня тоже появилась одна идейка, о которой, кажется, догадался Ваня. Больше, по-моему, не догадался никто. Ну, в любом случае. Начинать мы с вами будем с Эмберса. Что нам нужно для того, чтобы сделать себе... Вспомним, да? Летательную хреновину под названием дирижбомбель. Нам нужен магмоблок. Ладно, это мы с вами сделаем, это фигня. Это я что такое смотрел? Это я смотрел кор. Остальное здесь тоже ничего сложного нет. То есть мы его буквально можем сделать сейчас. Airship Engine. Нам с вами здесь тоже ничего страшного нет, если бы не поршни. Если мы с вами посмотрим на рецепт поршней, нам с вами нужна Soul Earn. Делается она при помощи воронки из Better With Mods. Я, собственно, пока его патчил, я немножко разобрался, как работает этот мод, поэтому, соответственно, мы с вами тоже это сможем сделать. Для этой штуки требуется назарак в приличном количестве. В принципе, я не знаю, какая здесь нужна Soul Earn, не исключая, что полностью забитая. В таком случае мне нужно будет 8 назарака. У меня столько нет. Но где-то здесь была еще одна проблема. Проблема заключалась в том, что нам здесь где-то была нужна сталь. Если я ничего не путаю, возможно, я, конечно, что-то путаю, но, по-моему, здесь где-то была нужна сталь. Нет? Нет. Ну, в таком случае нам с вами нужно просто несколько количества, ну, некоторое количество назарака на то, чтобы сделать Soul Earn. И единственное, что вот я не помню, она разовая, или мне на каждый поршень придется делать такую. В любом случае, посмотрим, что из этого выйдет. Для того, чтобы сделать назарак, нам с вами придется развить как раз Эмберс, потому что здесь есть способ его крафтить. Причем крафтить его сразу по две штуки из Редстоуна. Так что давайте, наверное, прямо-таки попробуем приступить к развитию алхимии в Эмберсе. Я этого не делал еще ни в одном летсплее. Более того, на версии 1.10.2 алхимия работала так себе. Я не знаю, насколько хорошо она работает сейчас. Насколько я знаю, енотик у нас уже занялся алхимией, потому что она себе сделала сталь. Так что, возможно, она уже это даже знает лучше. Ну, ладно. Так, мне для того, чтобы начать с алхимии, придется себе построить штуку по названию Exchange Tablet. Exchange Tablet. Мне нужно Daunstone Plate, Copper Plate, Daunstone Ingot и Каменит. Черт. Ребятки, мы с вами начинаем стрим с того, что я иду копать. Хотя, может быть, я и не иду копать. Нет, я не иду копать. Мне хватит. Даже, наверное, вот так сделаем. Некоторого количества ресурсов, которые у меня уже есть, на то, чтобы сделать себе некоторое количество Каменита. Вот, сделаем себе 4 стака Каменита. Да, это немного. Вы не поверите, почему я себе взял 2 стака песка. Я странный. И нет ли у меня где-нибудь здесь... Есть Каменитовые кирпичики, кстати. Давайте я это дело скину сюда, потому что есть шанс, что мне они понадобятся именно в сыром варианте. Но для начала мне нужны кирпичи. Не такие кирпичи. Это я здесь себе вчера разбирал пол, поэтому у меня еще некоторое количество кирпичей осталось. Мне нужно, по-моему, 6 кирпичей на то, чтобы сделать... А вот нифига не так. Это делается из готовых кирпичей. Черт! Так, нам еще с вами себе... Знаете, что нужно сделать? Нам с вами себе нужно сделать... Вот это как раз, наверное, делается при помощи сырой руды. Вот такую штуку. Да. И надо взять еще себе палочек. Где у меня могут быть палочки? Я их, наверное, запихал куда-нибудь, да? Нет, не запихал. А куда я себе дел все чертовы палки? Каждый переезд одно и то же. Зиги, клади все, блин, на место. Куда ты дел, зараза, такая палки? Палки, где вы палки? Где вы палки? Палки! Я нашел палки. Две палки. Хотя, конечно, по-хорошему, это нужно было бы делать сейчас не на палках. Вы что делаете? Вот почему у меня, соответственно, здесь осталось по одному камениту. Видите, в печке ничего нету. Но я сюда положил горючее, и она уже сгорела. Это тоже Better with Mods. У нас здесь, кстати, с вами получилась теперь обновленная версия. Поэтому, какой кошмар. У-у-у, я какой молодец. Я себе забыл построить самое главное. Самую главную хрень я себе забыл построить. И, кстати, у меня нету эмбер-ресивера и эмбер-эмиттера запасного. Это коппер, это каменитовая пластина и это железо. Коппер. Раз, два, три, четыре. Железо. Раз, два. И каменитовые пластины где-то я здесь наблюдал. Вот буквально только что. Я их видел. Не прячьтесь от меня, пластины каменитовые. Вот они вы. Я же знаю, что я вас видел. Так, мне нужен один. Да, один. Ага. А что мне не хватает, ты не понял? Коппер? А я что взял? Ё-моё. Тон-стон. Уж извините, ребятки. Первая рабочая неделя, как правило, сильно достаточно нагружает мозги. Несмотря на то, что она, не сказать, что прямо-таки сильно загруженная. Поэтому я немножко буду тупить сегодня. Я думаю, вы это переживете. Я крайне, по крайней мере, на это надеюсь. По четыре же они делаются. Точняк. И где-то у меня еще было много-много-много красивых рычажков. Много-много-много красивых рычажков. Вот они. Откуда нам это дело запитать? А мы это с вами уже отсюда ниоткуда не запитаем. Да, я себе, собственно, буду еще менять вот эту вот коперселл на большую кристальную такую фиговину. Куда бы это дело сейчас присобачить? Временно. Опять же, для того, чтобы нам это тупо сделать. Давайте вот сюда поставим. Оно не ставится. А, потому что здесь у меня стоят специальные такие вот блоки. Блоки. Зига-блоки. Вот так сделаем. Поставим сюда вот такую хрень. Поставим сюда вот такую хрень. И поставим сюда stemper base. Блюм-блюм. Так, сюда жидкость наливать. Пойдем со мной жидкость. Жидкость ты будешь жить... Ты будешь жить здесь. Есть ли у меня еще некоторое количество... Это не здесь, это в эмберсовском сундуке. Жидкостных труп. Есть жидкостные трупы. Жидкостные трупы, господи. Единственное, что у меня нету жидкостных экстракторов. Это еще одна каменитовая пластинка Ладно, сделаем Че уж не сделать-то Флюид экстрактор Эть И флюид пайп Ать И И ать Так Сюда нужно подать эмбер Давайте попробуем это сделать с этой стороны Да, я знаю, что я сейчас сломаю себе всю красоту Ну что поделать Мы ее потом восстановим Как обычно за кадром я что-нибудь придумаю Бым-бым Давайте я даже сюда повешу отдельный рычажок Он, правда, конечно Не всегда будет срабатывать Потому что у нас с вами есть рычажки справа и слева Но тем не менее Оп Э? Нет? Ты так не хочешь? Почему ты так не хочешь? Ты же должен делать бым Или в тебе эмберса нету? Не верю Действительно нету эмберса Охренеть У нас с вами что? Батарейка все еще не сохраняет себе эмберс? Ужас какой Сколько версий прошло? А баг все еще на месте Так, нам сюда надо с вами теперь повесить плейт стэмп Долбысь Отлично Давайте их наделаем себе тоже из всей жидкости Которая у нас была в бочке Я очень правильно сказал была Потому что больше ее там нету На самом деле бочку, наверное, можно уже вернуть Откуда оно здесь взялось? Уже 238 328 Как-то странно работают насосы, конечно Ну ладно, что поделать И мы с вами делали, напомню, эксченж Даблет Напомнил я на самом деле себе Потому что вы, наверное, об этом помните А я забыл И давайте воспользуемся молоточком Для того, чтобы сделать пластиночку Бэдыщ Странный звук Как будто я его распилил Ладно, пусть будет Распилил, так распилил И один даунстон ингот Бум Все остальное у меня, наверное, одного каменитого кирпича не хватает Да вы что? Одного Кирпича Каменитового Еееей, эксченж Как оно включилось? Как так получилось, что оно включилось? Есть у нас с вами в Эмберсе Молодец Способ эту самую медь Производить буквально из ничего Ну, из Эмберса Но Это пока дороговато Так Три пьедестала Алхимических И давайте вспомним Незерак Хотя-то, по-моему, там был нужен вообще один его Должно было хватать Да, здесь на самом деле нужно всего-навсего один пьедестал Но мы сделали три Почему три? Почему один был нужен? Почему один был нужен? Я показал Почему три? Я не знаю И алхимией мы с вами будем заниматься, как это ни странно, на вот этом этаже Я здесь себе даже специально оставил дырку Для того, чтобы отсюда выходил наш Эмберс И, кстати, можно прямо-таки сейчас сразу сюда забабахать, наверное, Эмбер Эмиттер Бум Постой пока здесь Возможно, я прямо сейчас заменю, конечно, эту штуку на кристалл Но не знаю Я пока не решил Где мы с вами будем ставить алхимический Вот этот вот Алхимическую штуку И, кстати, да Я теперь могу спокойненько здесь себе ронять факелы Каменит не загорится Это очень радостно Поставим куда-нибудь Давайте так, чтобы симметрично относительно было Вот сюда поставим Эксченж таблет Давайте, допустим Вот с этой стороны мы будем в него полить Я сегодня пересмотрел свой обзор Я вспомнил, что здесь нужно будет полить И, скажем, поставим пьедесталы вот так Похоже на правду Вроде бы Надеюсь, что вот этот вот луч, из которого мы будем стрелять Не подожжет мне здесь нахрен дерево Это было бы смешно Хе-хе-хе-хе-хе-хе Бим Кэнон Возможно А, нет, Бим Сплитер Бим Кэнон, точно Спасибо, Вань Я бы ее, наверное, не нашел Это же Ваня мне написал Да Бим Кэнон Нам с вами нужно 4 коперплейта 2 эмбер-кристалла 2 даунстон-ингота Ничего страшного Пойдемте скрафтим Блю-блю-блю-блю-блю 4 Раз, два, три, четыре Не пять Не пять Четыре Вот так Долбиська Два эмбер-кристалла И, по-моему, один Один каминитовый Брик Один каминитовый Брик Брик-брик Два даунстон-ингота Инг-инг Бим Кэнон Отлично Рецептор у нас с вами есть Рычажки у нас с вами есть Ну, вроде у нас с вами почти все есть Жалко, я с собой не взял еще некоторое количество кирпичиков Ну, ладно, пока обойдемся, я думаю, каблой Потом опять же заменим Пушечка Пушечка Стой здесь И мы тебе поставим рецептор Рецептор мы тебе поставим вот сюда Давайте сделаем не так Вот так И дадим сюда редстоун сигнал для того, чтобы ты начал заряжаться Начнешь заряжаться? Начнешь! Теперь поставим рычаг еще и сюда Мы им будем активировать пушечку И теперь нам с вами нужно нацелить пушечку на наш столик Делается это вот так Теперь, как только она наберет энергию и я включу этот рычаг Она сюда долбанет Долбанет чистой энергией Чистейшей такой Красивенькой, оранжевенькой энергией Дворфийской Но это еще не все Для того, чтобы, соответственно, дальше играться с алхимией Как мы с вами вспомним рецепт Нам с вами нужна одна вещь, которой у нас нету Это эшпайл Эшпайл у нас с вами делается, конечно, замечательно Его можно обдолбить Его можно вытащить из алхимического мусора Которого у нас с вами тоже нету Но есть штука под названием Синдер, кажется, она называется Синдерплинс Вот такая вот фигня Из Эмберса Которая позволяет, по-моему, из чего угодно делать Эту замечательную Никому не интересную Субстанцию Давайте попробуем ее тоже сделать Там нужно точно было два Сильвера Сильвер это вот это, наверное, да? Или это Тин Это Сильвер И, по-моему, Лед, да? Лед, три штуки Раз, два, три Что-то у меня так мало, кстати, слитков Куда они все делали все Такое ощущение, что я что-то плавлю, плавлю, жарю, жарю Они все не прибавляются и не прибавляются Какой ужас Что еще было нужно? А, ну, естественно По традиции один каменитовый кирпич Кстати, давайте я сразу возьму еще три каменитовых кирпича Сверху поменяем Чтобы там все-таки не кабла стояла А то как-то некультурно Так Синдерплинс Синдерплинс Куда бы тебя поставить? Ей, кстати, по-моему, тоже нужен Эмберс Что нам с вами не нужно еще в данный момент? Вот черт, есть такое ощущение, что в данный момент нам с вами нужно все Ну, пожалуй, кроме вот этих штук Давайте поставим его вот сюда Я поставлю к нему еще один рецептор Опять же, временное место Потом мы с вами это дело куда-нибудь перенесем Я просто, ребятки, не хочу тратить время стрима на то, что я здесь бы тупил И думал, куда поставить ту или иную машинку Тот или иной механизм Включаем И очень по странной траектории Но Эмберс сюда пошел И, по-моему, все-таки это можно делать из каблы Давайте попробуем Раз, два, три, четыре, допустим, штучки возьмем И сюда это дело забабахаем О, пошел черный дым, черный дым Колдунство! Вот они, наши эшпайлы Ну, теперь, если колдунство закончилось Я просто обязан взять стак И запихать этот стак сюда Единственное, что придется нам с вами какое-то время пообщаться Потому что я мог бы сюда поставить какую-нибудь вакуумную воронку Чтобы она это дело улавливала Но мне лень А, и кроме того, нам с вами нужен фокус Фокус нам с вами нужен из меди Черт, кто бы мог подумать Называется он, по-моему, аспектус Аспектус из копера Делается он помещением Эмбершарда В Молтон Копер Вот Возьмем один Слеток копера Возьмем новую чистую боченьку Пойдем со мной В тебе будет копер храниться Поместим ее сюда У нас с вами работает левая вот эта штука Давайте включим Эмберс в нее Поместим сюда наш слиток копера Он расплавится сейчас здесь успешно Я надеюсь Плавься, плавься Давайте здесь соберем то, что здесь у нас с вами осталось Все, все Пока можно, наверное, это выключить Чтобы здесь все расплавилось побыстрее Расплавилось? Расплавилось Тут рычаг, более того, дернут Значит, у нас сейчас с вами в центрифуге Это дело есть Выливайся Есть у меня такое ощущение, что центрифуга Просто так ничего не отдает Почему у меня есть такое ощущение? Потому что, черт возьми, она смешивает Давайте в таком случае это сделать Это сделать Это будем делать по-другому У нас с вами по левой Трубе это дело пойдет Где мой молоточек? Рассоединим трубы Делается это вот так Поставим эту штуку сюда И здесь тоже отсоединим трубу Отлично Висячая труба с висячей бочкой Все отлично Все в стиле зиля Вполне себе Все нормально Копер Черт, копер заканчивается прямо Очень стремительно Шарься На самом деле у меня наверняка Здесь копер-то есть Вон, двадцать одна штука Давайте некоторое количество Зажарим в печке И вам привет от маленькой инженерки Включим эту штуку Лежит Красивенький такой Жарится Ништяк Ага Сто сорок четыре Пойдем со мной, боченька Мы будем из тебя делать страшное Так, давайте Единственное, что прежде чем Ее ставить вот сюда Во-первых Отключим здесь Редстоун сигнал И посмотрим еще раз Как нам Делать эту штуковину Нам нужно Положить Эмбершард Эмбершард Нам нужно положить По-моему Вот сюда, что ли Кстати В тебе осталось что-нибудь Давайте на всякий случай Тебя обнулим А то я опасаюсь Вдруг сейчас Я тут из себя сделаю Какого-нибудь демона страшного По-моему Эмбершарды делаются вот так Эмбершард Сюда нужно положить И его залить Необходимым Количеством Необходимого металла Драм Эмпти Пойдем со мной быстрее Пока назад не потекло Сюда это дело должно прийти И дальше мы это дело должны Долбануть чем-то Долбануть мы это дело должны Плейт Стэмпом Э Ну Хлобысь Что еще один Террасплавить Да О Получилось Копер Аспектус Так Что мы с вами должны сделать Мы должны с вами В любой из трех пьедесталов Поставить наш Аспектус И сюда же положить Как сказать Нам сейчас с вами придется Угадать Какое количество Эшпайла нужно положить Под Вот эту штуку Для того чтобы знать Сколько нам нужно туда положить Нам придется это дело Ну Экспериментировать Нам с вами нужно положить От 8 до 16 Поэтому предлагаю положить Где у нас середина Между этими двумя числами По моему это будет 12 Предлагаю туда положить 12 Нашего Эша Опаньки Положили мы сюда 12 эша А теперь на этот столик Выложить рецепт Нам нужен один редстоун Сверху кладем С одной стороны У нас с вами будет Два эшпайла Молоточку иди куда-нибудь пожалуйста Ты мне мешаешь сейчас Вот сюда и вот сюда допустим И в две других стороны Нам с вами нужно Два каб-каб-кабла Кабла-кабла Кабла-кабла Все есть Все отлично Все готово Опаньки Долбанулась У нас с вами пошла Прошел Пошел процесс колдунства И сейчас мы с вами Скорее всего получим Алхимический мусор Потому что с первой попытки Это дело Не угадывается Отлично Неаккуратность В нашем копере Раньше дело в процентах Писалось теперь в количестве Мы с вами ошиблись В один Я клал двенадцать Давайте попробуем положить Одиннадцать Одиннадцать У нас с вами соответственно Все сгорает К сожалению Положили одиннадцать штуки И Пробуем рецепт Еще раз Кабл Кабл Эш Эш Ред Стоун Все на месте Все в порядке Колдунство Начинайся Колдунство Началось Одиннадцать Было И снова Алхимический мусор Теперь Неаккуратность Два Ну вот Собственный ответ Нам с вами нужно Тринадцать Эшпайлов Для того Чтобы получить Назарак Теперь по идее Если я Ничего Нигде Не напутал И не наманьячил У нас с вами Должен получиться Назарак И сверху Редстоун Блюмс Колдунство Начинайся О дворфийский демон Снизойди до меня Демон Снизойди Во Снизошел демон Пожалуйста Два Назарака Уху Тринадцать Да Окей Мы с вами Прямо таки сейчас Давайте сюда Принесем сундук Принесем сюда Сундук И будем в него Складывать всякое Алхимическое Сундук у меня Наверняка есть Где-нибудь Вот здесь В полезных Или в бесполезных Вещах Он оказался В полезных В полезных Вещах Поставим его Куда-нибудь Вот сюда И в него Сложим Вот это Вот это Вот это И вот это Вроде так Ну и Назарак Можем собственно Сюда сложить Айтем Вакуум Смотрите Какая прикольная Штука Она тоже Не очень Дорогая Это из Обновления Я не знаю Как она работает Из чего У меня Мод Мод у меня Электрум Плюс Айрон Плюс Электрум Ммм Айрон Айтем Пайп Эй Эш Эш Мой дорогой Мой ценный Эш Мой ценный Прах Бешеный радиус И ей нужен Redstone Ууу Ваня Спасибо Давайте тогда Знаете что Сделаем У меня нету Еще где-нибудь Сундука Какого-нибудь Полезного Или бесполезного Я все сундуки Скинул куда-то Да Я потратил Все сундуки Как ты мог Зик Как ты мог Все сундуки Потратить Ой Тихо 8 И трубы Из Эмберса Что трубы Из Эмберса А То есть Она Напрямую В сундук Не отдает Что ли То есть Если я сделаю Вот так И поставлю Ее вот так Она так Не будет работать Redstone Да Ага Понятно Вижу Ваня Вижу Тогда Ей нужно Наверняка И насосик 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 Айтем Памп Айтем Экстрактор Айтем Экстрактор Это Каменитовая пластинка Эдвардстоуна Насосик Не нужен А Окей Хорошо Встроенный Насосик Ребятки Новые технологии Прямо Супер Современная Вещь Так Пойдем со мной В таком случае Сундулька Будешь ты жить У нас В таком случае Вот здесь Вот здесь Оживи Воронка Ты будешь жить У нас Если у нее Бешеный радиус Возможно Она сможет Нам Сэкономить Очень много Очень много Времени Если я сделаю Допустим Вот так Сделаю Вот так И сделаю Где труба Сделаю Вот так Сюда ты Нахрена Присоединилась Труба Дура Отсоединяйся Давайте проверять А Редстоун У меня же где-то Были с собой Рычажки 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 Рычажочечки Айонка Вот Если честно Не знаю Для чего Нужно Редоркет Включили И теперь По идее Если я сейчас Сюда Буду Кидать Эшпайл Смотрите Прикольно Реально Засасывается И они сюда Помещаются А что у тебя Ваня не получилось В таком случае Вроде все же Работает Вроде все же Как у людей Блин Надо менять клавиатуру Меня начали Пугать Самопроизвольно Залипающие клавиши Есть у меня ощущение Что я больше себе Никогда не куплю Продукцию Компании Рейзер Я очень сильно Разочаровался Клавиатура Которая стоит Прямо Скажем Немаленьких денег Ведет себя Так Как будто Дядюшка Зиги Попал под луч А давайте Посмотрим В таком случае Что нам нужно На то чтобы Сделать Доменную печь Blast Furnace Потому что Есть у меня ощущение Что мне еще Понадобится сталь Blast Furnace Брик Которых мне нужно 27 штук Нам требуют Незер Брики К сожалению 4 Незер Брика На 3 кирпича И 1 Blast Powder Давайте себе Знаете В таком случае Чем займемся Производством Килна Килна из Иммерсива Потому что Здесь требуется Песочек И глина Знакомое сочетание Да? Песочек и глина Где-то мы с вами Такое уже Видели Вот здесь Мы такое видели Буквально везде Черт Весь этот дом Состоит из песка Глины Сколько мне их нужно Мне нужно 8 таких кирпичей Делаются они По 2 То есть 4 8 8 А у меня может Есть кирпичи? Есть кирпичи Не надо Глину-то Жарить Зазря И песочка маленькая Так же Sandstone Черт Sandstone Есть Sandstone 7 Одного не хватает Теперь Хватает Я думаю Что Пришло время Начать Заселять Заселять Да Все правильно Сказал Вот эту часть Вот так же Это делается И молоточком Потом Долбысь Долбысь же Долбысь Отлично Зачем я это сделал Как вы думаете Я это сделал Для того Что мне нужны Сколько У меня Кстати Есть Один Давайте Сделаем Еще 7 Хорошее Число 7 И мне Нужно 7 Коксового Угля 1 2 3 4 5 6 7 Каким образом Эта штука Работает Мы сюда Вот это дело Закладываем И включаем Ей питание И она начинает Печь Печет она Правда Долго Пока она Долго печет Как-то наш Дождь Идет Растутить его Давайте себе Сделаем Вообще Посмотрим Как у нас С вами Делается Блейз Рот Там требуется Сигналум По-моему Там требуется Делается Это дело При помощи Сигналума Сигналум Я извратился Нам требуется Редстоун Нестабильный Кстати Можно использовать Редстоун Серебро И копер Серебро И копер Может быть У меня есть В таком варианте Серебро Копер Почему бы нет Серебро И копер Выключить Главное Вот эту вот А то мы здесь Сейчас с вами Себе наделаем Слитков Замечательных Сигналов И мы Сигнал И сигналума Короче И где-то внизу У меня стояла Боча С распавленным Редстоун Мы конечно Можем воспользоваться Обычным Редстоуном Для того чтобы Превратить В нестабильный Дестабилизированный Если быть точным Но почему бы Не воспользоваться Обычным Единственное Что мне для этого Нужно взять Вот такую штуку И вот такую штуку Засовывать Мы это дело Будем наверное Вот через здесь То есть Вот так Вот так И вот так Ты же будешь Так работать Я надеюсь Ну вот Там что-то Натекло 800 600 Давай-давай Теки Весь вытекай Нахрен Копер Сильвер Там что-то Было нужно Явно больше Копера Нужно больше Ну конечно Это же я И пошел Деваться Сигналум Блок Сигналума Сделался Дестабилизированный Редстоун Закончился Как быстро Закончился Редстоун Давайте У вас Стак Обычного Редстоуна Пихнул Пусть будет Нестабильный Редстоун Стак Не влез Ну хоть Что-то влезло Как тут Наш Кюн Пока Ничего Не сделал Как тут Наш Дождь Отсюда Не видно Надо Больше Окон Сделать А дождь Все идет Кто бы Сомневался Вот собственно У меня пробел Начал залипать На клавиатуре Пипец Давайте пока Себе сделаем Soul Sand Потому что Для этого требуется Песок Просто песок Ей Я себе сделаю Четыре Soul Sand Я не знаю Зачем мне четыре Мне нужен один Но четыре Это лучше чем один Бдыщ Четыре Soul Sand О Наша первая Некротическая Косточка Заливаем ее Вот этим вот Странного цвета Непонятного назначения Металлом И получаем Красивую вещь Красивую Нужную Сверкающую Горячую Ммм На ней можно что-нибудь Подогреть себе Разогреть Ну давай Во Блейс Рот А как тебя можно Повыгоднее Преобразовать бы Преобразовать бы тебя Это вообще Че такое Реликвари Ё-моё При помощи инфузии При помощи инфузии При помощи Крашера При помощи Милстоуна Можно получить Три уже неплохо Или четыре При помощи Крашера Из экши Родишнс Я думаю Что ответ Напрашивается Сам по себе Нам нужен С вами Крашер Из экши Родишнс Вот это Странный рецептор Который я к следующей сборке Если не забуду Обязательно поменяю Так И нужно Взять Немножко Проводков Возможно Релей Возможно Коннектор Коннектор Точнее Невозможно Коннектор Обязательно Но тем не менее Называется Зик решил Все-таки Переставить себе Энергию Вместо этого Сделал еще одну Машинку Которая будет жить Здесь Допустим Еще один релей Благо не понадобится А энергию Мы с вами Проведем Вот таким Макарусом Дробись Отлично Так Перись Перелка Сначала Все это Распилим Просто Вот на такие Кусочки Теперь Часть кусочков Давайте Допустим Пять Распилим На Более Маленькие Кусочки Половину Из этого Распилим На Квадратики Так И Половину Квадратиков Распилим На шестеренки Кстати Кто не знал Есть вот такой Вот Модный Способ Делать шестеренки Я даже думаю Хватит Куда мне Столько шестеренок Пила Спасибо тебе Большое Выключайся Так Такую штуку Плюс такую штуку Получим Плиту И Это была Штука Назваем Хоппер Хоппер Атлас Тут залез Фильтрующая Воронка Уууууя А нам с вами Ребятки Еще нужна Штука Под названием Турнтейбл Турнтейбл Делается При помощи Шестеренки Что? Часы делаются При помощи НезерКвартца? Какой негодей Какой садист Сделал Этот рецепт И нет Это был не я Честно Отлично Наш Вращающийся Столик А теперь мне нужен блок глины И если я ничего не напутал, то все У меня здесь есть гирбокс Давайте к этому гирбоксу Подключим Наш Вал Блин, снизу что ли? Вот черт В этой штуке только снизу это работает Это же арг Вот так и вот так Теперь Ставим сюда кусок глины И врубаем ветряк Глина теперь должна здесь Рассандаливаться До тех пор пока не получим урну Это максимальное возможное То что можно здесь получить Это ваза Следующая должна быть урна Урна, отключаем ветряк И забираем урну Ей, у нас с вами получилась Маленькая необожженная урночка Бум И пока уж мы с вами здесь Черт, это тоже будет не очень удобно Ну это арг Ладно, придумаем что-нибудь Давайте обожжем урну Обожжем урну здесь Урна, жги Нет? А как тебя нужно обжечь, простите? В килне? Да вы издеваетесь Нужно три Один Hellfire Dust Делается В фильтрующем Хоппере как раз Один к одному Из перемолотого Назарака Который в свою очередь Делается в мельнице То есть нам с вами нужно Трижды восемь Двадцать четыре Назарака Пойдемте дальше делать Назарак Сюда нам с вами нужно Ставить фильтр Фильтр, как мы видели В GI Представляет собой Soul Sand Фильтр вставляем сюда Двадцать четыре Назарака Который нужно провести Через мил Включаем нашу Дурацкую конструкцию Мил На тебе Ай, какие страшные звуки Как будто Гаста Вот этим самым валом Прокручивают Прямо сейчас так Прокручивают Вот, прокрутили Нам с вами таких штук Напомню, нужно двадцать четыре Гасты должны мучиться Гасты должны страдать Как же так? Я сколько из них страдал? Вы знаете? Особенно на один десять Где нужно поймать Гаста Для того, чтобы себе сделать Кривушки из утилит Теперь пусть они помучаются Все Если вы думаете, что это все Вы Не правы Махахахаха Потому что теперь Во-первых Включим назад эту хрень Граунд на зрак Кидаем Такой звук, я думаю Вам приятнее был, да? Hellfire Dust У нас с вами получился Из этого Hellfire Dust Мы с вами должны сейчас получить Концентрированный Адский огонь Для этого нам нужно найти Куда я, блин Запихал Колдрон И вот теперь Это поджечь Где моя поджигалка? Жги поджигалка Жги Сюда поставить Котель В Котель Пихнуть Hellfire Dust О, третья Так, теперь такая штука Такая штука И Редстоун Это будет ниточка Ну и остальное Это здесь вообще Девать нечего Один кусок Редстоун И четыре Гладких камня Хибаши Эээ Старик Хибаши Мне нужен Вот И теперь смотрите Ставим его Вроде нормальная такая штука Да, опаньки ему Редстоун сигнал И он загорается Опаньки Редстоун сигнал И он потухает Это охренеть какая печка И кто-то генерирует мир Видимо Так вот Собственно О хибашах Вот сюда у нас с вами будет идти Хибаша Наша Наша хибаша Вот так Сюда вал Сюда у нас с вами идут Соответственно Наши Меха Меха Потроха Дырочкой Типа вот сюда Да Здесь должен стоять Наш хибаш Пойдем хибаш Хибаш Живи хибаш Вот здесь И дальше А где мой пятый брик Я не понял Тьфу ты Дальше мы делаем Это ужасное Рейку я не люблю Не за то что у него моды Сложные Или как бы Что-то в них не так Мне очень нравится Само по себе Концепция его модов Но они написаны Через жопу Он из-за этого Кривору кипи А с автором БВМ все в порядке Он просто сделал мод От которого Хочется материться Я его не люблю за это Но Тем не менее Сделал он все Все правильно Ну почти все Так А он так не крутится Что вы мне обманываете Нет Все таки вот так Да О Да реально Обжаривается Смотрите Прям обжаривается Эй Ни в коем случае Нельзя Чтобы огонь стал Снова оранжевым Так У нас с вами появилась Урна Самая настоящая урна Мы с вами Столько всего Сделали ради того Чтобы эта урна У нас получилась И для того Чтобы наполнить урну Нам снова нужен Назерак Назерак у меня Вроде как 7 и 1 Под котлом 8 Давайте сразу Пойдем сделаем Еще Что это такое Я надеюсь Что это не прайда Иначе я буду Сильно ругаться У меня с собой С собой я шпайл Давайте сделаем Себе еще парочку Назераков Подключаем Воронку Под воронку Суем Урну Видимо ее надо Поставить на что-нибудь Так она не встает Урну Урна прицепилась Вот А ее мы, ребятки Будем сейчас с вами Наполнять Что-то меня, кстати Так покоцало Так капитально Надо что-нибудь съесть Ешься, мясо Пора на стрим 18 плюс вешать О боже Фильтр Энергия Чтобы гастов не вызывать Все крутится Скидываем И что с нашей урной Соуэрн Мы ее сделали Мы ее сделали Ей Да блин Опять атлас лезет Везде Где ни попадя Одна куска железа Четыре куска каблы Железо каблы И поршень 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 И у нас ушел Соуэрн Охренеть Книжечка Воркбенч Все-таки нужен Воркбенч А где он? Почему я здесь не вижу? Блин, вот он Он самый последний Так, ну здесь У нас с вами нету В принципе ничего сложного Кроме фаерчарджа Который у меня Возможно где-то и был О Фаерчардж Блок лазурита 6, 7, 8, 9 Эрши Воркбенч Воркбенч Ой, какая прикольная Смотрите, крутится Так, у меня кстати Еще появилось 5 костей По одной, да? Давайте из них заодно Сделаем блейс паудеры Погодите А давайте может быть Еще сделаем один Последний шаг Я себе просто хотел Поставить кристал Как он там называется Для того, чтобы Хранить больше эмбера Кристал Да, чувствую Так я здесь долго Буду искать-то Очень много Почему-то таких предметов На кристал Кристал сел Мне для этого В принципе нужно Ну вот два блока Копера у меня Вряд ли есть У меня с копером Вообще беда Здесь два Вот здесь Четыре таких И по-моему Это все Что у меня есть А, и здесь Десять Один блок Ну вообще Хватит Ну прямо впритык Впритык Окей Какого черта Давайте сделаем Делаем из этого Ой Почему девятнадцатая Нужно было восемнадцать Ладно, не знаю Делаем из этого два блока По центру должен быть блок Донстоуна Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять Это не очень удобно получилось Надо себе сюда второй верстак Притащить Две даунстоуновские пластинки Куда-то я же их запихал Вот они Это же из даунстоуна Из даунстоуна И что-то там было нужно еще Два эмбер-кристалла Эмбер-кристаллы должны быть вот здесь Сныканы Сныканные кристаллы Кристалл Ей Теперь убираем вот это вот маркобесие Тут нападало всякого Наверняка сейчас все это в воронку засосало Вот они Опасные засосало Убираем вот отсюда Сейчас там еще рычаги сверху посыпятся Очень близко я присобачивал химический свой сетап Ну и ладно Вот сюда Как бы мне Попробовать сюда блок поставить Черт не туда Вот сюда Нет Еще на один ниже Вот сюда Пойдемте наверх Вот здесь избавимся от лишнего Вот сюда поставим наш кристалл сел Бум Уууу Штученька Убираем вот это вот добро Маленький пока кристаллик Но в любом случае он уже Должен предоставлять больше Чем наш кристалл сел Дальше нам нужно туда скормить хоть немножко Эмбера Хотя наверное не имеет смысла Там сейчас будет содержаться уже 40 тысяч вместо 20 Поэтому нужно сделать только Меканикал кор Меканикал кор Это совсем просто 4 железа Меканикал кор Повесим его соответственно вот сюда К нему будем подключать Те самые эмиттеры Которые у нас здесь и были В количестве 2 3 Вниз Ох ты, ё-моё Здесь наверное еще и машин-акцессор Придется ставить Есть у меня такое ощущение Вниз нужно поставить Да давайте мы его не вниз поставим Давайте мы его сзади поставим Вот здесь Берем отсюда светильничек Поставим сюда вот эту штуку Молоточком присоединим Это дело вот так И соответственно Надо присоединить вот так Надо присоединить Это я не буду присоединять Это в принципе тоже Потому что сейчас в этом смысла нет И хотелось бы еще совсем чуть-чуть Туда все-таки скормить эмперса Для того чтобы у нас немножко Кристалл залез Давайте я скормлю все 18 оставшихся Потому что по сути Я сейчас спущусь вниз Надеюсь что у меня там уже набрался Хоть какое-то количество эмперса Если не набралось То наберется в ближайшее время Поэтому я не думаю Что в этом будет проблема Единственное что Где бы мне взять Насосик Насосик можно взять вот здесь Это флуид Предметный А я его наверное еще один не делал А этом экстрактор А этом экстрактор А ну да Я его хотел сделать для воронки Потом так получилось Что для воронки он не нужен Два редстоуна Я его в итоге соответственно не сделал Теперь сделал И хотя бы одна труба Давайте обе возьмем на всякий случай И рычаг Рычаги с собой есть Поставим куда-нибудь вот сюда наш чест Поставим куда-нибудь вот сюда экстрактор А вот сюда трубу Сюда загоним 18 эмбера И активируем трубу Они очень быстро должны были По идее вот туда вот вверх Залететь И да У нас немножко вырос наш кристаллик Единственный минус Теперь нужно будет придумать Как отсюда энергию забирать Чтобы питать нашу алхимическую Вот эту установку Но я что-нибудь придумаю Хотя боюсь что единственный вариант Это сделать здесь дырку И соответственно Откуда-то вот отсюда Это дело Закидывать Вот теперь мы с вами уже будем Заканчивать стрим Большое спасибо всем 306 людям Которые остались до конца Запоздал я пока тем Которые убежали И не дождались момента Когда я закончу Вот этот вот сетапчик маленький делать Но в любом случае Большое спасибо всем Кто сегодня поприсутствовал на стриме Большое спасибо всем Кто сегодня подписался Или переподписался И даже было по-моему Пару донатов Ребятки Крайне собственно вам Рад всегда Мои двери для вас всегда открыты Большое спасибо всем Кто сегодня зафолловился Да и в принципе Всем тем кто сегодня смотрел стрим С вами был Зигзе Хедж Сейчас у нас будет пост-рольчик Не разбегайтесь Потому что я вас после этого Отправлю на стрим к еноту Которая стримит эту самую сборку На этом же самом сервере А мы с вами прощаемся До следующего раза До новых встреч И как обычно Всем счастливо Ребятушки Пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...